Рэгби-клуб «Флагман» 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 Вот они в одном уже приняли участие, они заняли четвертое место из шести, это лингбол-дебют, и следующее турнирование будет осенью. Молодцы, слушай. Да, да. По правилам в ворота нужно забить мяч, да? То есть, в принципе, стандартно все или нет? Или какие-то особенности? Ну, есть некоторые особенности. Например, пас отдается только назад, это обязательно и строгое правило. А, вперед нельзя? Вперед нельзя. То есть надо бежать с мячом. Взял и тот может забить гол, соответственно, только тот, кто пробежал. Только тот, кто пробежал, или в некоторых случаях можно пробивать с ноги и забивать в вашеобразное ворота. А с ногами можно? Я думала, только руками. Нет? Нет. Я сейчас узнаю для себя много интересного. Вот видишь, Казин. А отбирать интересно, да, как мяч? Каким образом? Ну, есть определенные правила захвата, да, обеспечивающие... Обнимаются и мяч друг с друга отнимают. Обеспечивающая безопасность от травм и... Ну, то есть руками, там, ногами выбивать нельзя, язвать мяч, нет? Ногами, конечно, нельзя. Нет, ну, силовой контакт. То есть ниже плеч можно куда угодно хватать, выше нельзя. Выше плеч нельзя. То есть сейчас как бы в регби тенденция снижения травмоопасности, то есть как бы за этим судьи много следят. Ага. За лицо нельзя? Нет. Ага. Уже хорошо. Нет, есть исключение, можно как бы открытой ладонью такнуть человека в лицо, если он идет на тебя. То есть как бы себя защитить. Понятно. Если он просто не понравился. Нет. Вот, кстати, вот еще сомненьше, только игрока с мячом. Это понятно. Это во всех видах спорта нельзя атаковать. В американском футболе можно. Да? Можно, да? Ммм, понятно. Давайте поговорим тогда, ну, мне вот интересна еще одна тема. Какими качествами должен обладать сам человек, который собирается играть в регби? То есть выносливостью силы или какие-то ловкостью проверяют, еще что-то? У нас, в принципе, любую регбийную команду по регби 15 классическому можно разделить на две части условные. Это игроки схватки или нападения и игроки веры или защиты. А игроки схватки, они рекомендуются там им быть тяжелыми и мощными, физически выносными. Вот по-моему видно, что вы такие, наверное, сноваженные. Сноваженные. Да-да-да. Вот, а игроки вера или защиты, там более важны такие качества, как скорость, ловкость, скоростная у нас. Там более миниатюрные мужчины и женщины. Там могут быть более миниатюрные. Спасибо вам большое, мы узнали много интересного. Теперь мы знаем, что в Ярославле тоже есть такой вид спорта, как регби. А у нас в гостях был Артем и Кирилл, ребята из регби-клуба «Флагман». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!